Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире Финам ФМ Бизнес Класс, меня зовут Олег Дмитриев, и сегодня студия Дмитрий Мецаев, российский партнер бренда Icon Suite. Добрый день, Дмитрий. Добрый день, Олег, здравствуйте, уважаемые слушатели. Ну и, собственно, тема сегодняшнего эфира, понятно, она будет касаться мира моды, мира моды мужской, я так понимаю, преимущественно, Дим, правильно? Ну да, то есть мир моды, это, конечно, такое сильное очень выражение, но... Ну, очень, наверное, абстрактное. Да, абстрактное, но, к счастью, в Москве мир моды определяется не только вот миром моды в таком понимании, знаете, ух, все в перьях и так далее, но очень важно и очень хорошо, что в Москве такой прямо культ правильной одежды, и это не может не радовать. Ну и сразу, вот, что называется, да, петелька-крючочек, петелька-крючочек, я имею в виду сразу вот... К моде, да. Слово, да, культ правильной одежды позволяет мне задать тебе вопрос встречный, а что это за правильная одежда, надо разобраться тогда. Ну, если мы говорим о бизнесе, если мы же на... Бизнес, так сказать, передача... Радиостанция. Радиостанция, да. Радиостанция, если мы говорим о бизнесе, то, конечно же, абсолютно банально скажу, да, по одежке встречают. И буквально сегодня мне звонил наш клиент, многоуважаемый юрист московский, значит, позвонил, говорит, ну, спасибо тебе, говорит, за костюм, я говорю, а что такое? Ну, что, говорит, одел твой костюм, купил правильные котлы и пошел, значит, на встречу с клиентом. Говорит, представляешь, первое... С потенциальным, я думаю, да? Да-да-да-да-да-да-да, говорит, представляешь, сколько озвучил? столько и заплатили. Первый раз не торговались. И это результат правильной одежды. Ну, котла. Да, я думаю, что... Ну, это да, такой слэнг. Я думаю, что это, прежде всего, признак его интеллекта и правильного подхода к бизнесу. Но я думаю, что какую-то небольшую толику, но какую-то однозначно внесло то, как человек себя преподносит и как он выглядит. Ну и давай-то в этом направлении двигаться. Правильная одежда для делового человека. Правильная одежда для делового человека, во-первых, должна быть этот строгий деловой костюм. Если мы говорим о каких-то серьезных переговорах, если мы говорим о каком-то серьезном мероприятии, то самый часто задаваемый мною, нашим многоуважаемым и любимым нами клиентам вопрос, это есть ли у вас темно-синий костюм. Потому что темно-синий костюм это абсолютный, как говорится сейчас, must-have. Я могу гордиться. Абсолютно. А что вы думаете, я сейчас прямо про это сказал. Спасибо. Очень приятно. Значит, это абсолютный must-have, но, так сказать, есть нюансы, понимаете. Есть нюансы, во-первых, как он сидит. Прежде всего, костюм это же формальная одежда, понимаете. От слова форма в смысле. От слова, да, форма. И оно правильно должно сидеть. Значит, вообще есть три типа костюм. Так. Первый тип, это вот вы идете в какой-то магазин и с вешалки покупаете костюм. Я лично сам проводил такой небольшой эксперимент с маркет-резерч, как это называется. Ходил в магазин и говорил, вот, мне нужен костюм деловой, на встречу. И вы знаете, да, иногда предлагали хорошие костюмы, но в большинстве своем, вот у меня 52-й размер в среднем, да, одевают 54-й, а иногда 56-й. И я смотрю, у меня плечи сразу, как там у голливудских героев, да. Значит, и говорят, господи, как сидит хорошо. А ты понимаешь, ты как чучело выглядишь. Они говорят, все, завернем, сейчас это сам. И учитывая то, что костюм подразумевает то, что, когда вы приходите на встречу, ваш, ну, да, в бизнесе, можно сказать, оппонент, бизнес это всегда такая чуть-чуть борьба, должен понимать, что вы безупречно выглядите, а он смотрит на вас и понимает, что, да, изъян-то есть, уже совсем другое отношение. И в этом смысле вот этот вот костюм, купленный с вешалки, иногда, иногда, без правильного подхода и правильной консультации, это не то, что на ветер выброшенные деньги, Олег, это, я тебе скажу, люди должны тебе доплачивать, чтобы ты носил их костюмы, понимаешь, да, Значит, второй подход, очень серьезный, очень мною уважаемый, это собраться и полететь в Лондон, либо в Неаполь. Такие костюмы называются беспоук, но это очень важно, чтобы вам делали там не made to measure, а беспоук. То есть, когда сам портной с вас снимает мерки, тот человек, который будет этот костюм шить, и, ну, такой вот костюм делается абсолютно для вас и на вас. Делается одним человеком, ну, или, так сказать, группой товарищей, командой, которая это все делает. И, я вам скажу, таких людей осталось, ну, 15-20 человек на весь мир. Это 10 человек в Лондоне на Свилроу и там 10, может быть, в Италии, в Неаполе и в Милане. Исключительно мною уважаемый подход, но, учитывая, во-первых, то, что само предложение ограничено, правильных портных, то, конечно, костюм не может стоить дешевле определенных нескольких тысяч, а иногда и десятков тысяч евро, долларов, соответственно, это еще правильного портного найти надо, понимаете, то есть это по рекомендации, но это исключительно правильный подход, очень дорогой и очень time consuming, очень время, занимает время очень много. Много времени. Да, много времени. Я правильно понял? Смотри, ты говоришь, три есть варианта. Первый такой для массы, Да, да, да. Вот первый, который с вешалки, что называется. Второй, это уж суперэксклюзивный такой, наиболее дорогой. А есть некая третья? Середина, да. Да, это то, что делает Icon, это то, что делаем все мы. Исключительную популярность набирает этот процесс сейчас. Мы очень довольны ростом рынка. Люди начинают потихонечку понимать, что если ты уж тратишь 30-40 тысяч рублей, то ты уж можешь потратить, так сказать, по делу, да. Набирает обороты этот бизнес, и он состоит в чем? В том, что вы приходите к нам, мы, я лично, эти костюмы не шью. У меня, так сказать, три образования. Я и не закончил, юрфак и MBA получил. Это не царское это дело, Не, не, не. Ну почему? Я просто руками ничего не умею делать. Если честно, я вызываю электрикой, лампочку поменять. Ну, это нормально, должен быть. Заниматься должен специально обученный человек. Но, вот из всех моих трех образований, я всем говорю, что самое трудное было научиться снимать мерки. Правильно. Соответственно, вы к нам приходите, я или кто-то из моих ребят, которые тоже прошли обучение в Голландии. Я людей не подпускаю клиенту, пока они не пройдут практику в полгода. Мы полгода обучаем наших специалистов. Полгода. Значит, и тогда мы уже берем лекало, которое сделали для нас голландцы, и одеваем наиболее подходящий вам размер, и начинаем изменять это лекало в 70 точках. То есть, 70 точек мы проходим от А до Я, то есть, от шеи до пяток. То есть, лекало это некий средний вариант, да, вы подбираете конкретно под фигуру. И некоторые портные даже считают, что это более точный, более точное исполнение, нежели чем без полгода. Потому что для того, чтобы сделать без полгода, ты должен быть мастером своего дела. Понимаешь? Вот у нас вот такой вот подход, очень сейчас популярный. Ну, и надо уточнить все-таки, да, о каком популярном подходе мы сейчас говорим. Мы говорим о индивидуальном пошиве. Это абсолютно индивидуальный пошив. Некоторые к нам приходят и говорят, вот вы тут сейчас на меня одели и подгоните, значит, этот существующий костюм. Значит, чтобы понимать, ребята, значит, мало того, что в 70 точках мы изменим ваше лекало, но у нас есть около 150 опций. 150 опций, как будет ваш костюм выглядеть. То есть вы сами будете создавать, начиная с подкладки и заканчивая вот воротничком. Ну, 150 опций, мне кажется, ты что-то перегнул. Ну, приходи, посмотришь. 150. 150 опций. Вот в костюме. Ну, хорошо, вот цвет ткани, подкладка, я согласен, количество пуговиц. Так, количество... 150 опций. Вот мы сейчас пойдем по всем 150, я готов. Значит, прежде всего, подкладка какая должна. То есть далее, ширина лекала, широкая, узкая, совсем узкая, заостренность лекала. Я когда говорю 150, я говорю в общем, в целом, да? Количество пуговиц на рукаве, количество пуговиц, значит, впереди на то, что вы застегиваете. Будет с какой... С жилеткой он или без? Или без. Будет с жилеткой с отворотом или без. То есть и так далее, и тому подобное. Я легко, я даже думаю, что я чуть-чуть, так сказать, это... Да, спорить с тобой не самое. Я думаю, что я даже чуть-чуть преуменьшил, да, количество опций. Значит, и вот для того, чтобы понять, что мы этот костюм не берем где-то и привозим, это надо понять, что у нас 2000 тканей, то есть и около, там, я не знаю, 40 размеров. То есть надо 40 умножить на 2000 и умножить на 150 и умножить на закупочную цену, чтобы это нужно в инвестиции, чтобы сделать эти костюмы. Соответственно, это будет ваш костюм, это будет ваше абсолютно лекало, и будет это все сделано для вас. Ключевое слово индивидуально здесь. Да, индивидуально. Дима, спасибо, мы сейчас прервемся. Новости на Финам.ФМ и потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Мы сегодня говорим на тему индивидуального пошива костюма. Для кого и за сколько, что тоже очень важно. Напомню, в студии Дмитрий Митцаев, российский партнер бренда IconSuit. Дим, продолжим. И вопрос у меня как бы естественный, да, традиционный, естественный. А востребована вот подобная услуга в России сейчас? Как я уже говорил, это начинает очень быстро и очень так качественно набирать обороты. Начинают появляться конкуренты. И слава богу, мне там прибегают ребята, а вот тут открылось. Я говорю, да ради бога, пусть открываются. 15 миллионов человек ждут нас. И чем больше будет костюмов по меркам, чем больше людей будет носить качественную одежду, тем лучше. Чем мы отличаемся? Очень важно понимать, что костюм не должен быть клеенным. 95% костюмов здесь посажены на клей. Это категорически неприемлемо. Дим, скажи, что такое клееный, если можно поподробнее рассказать? Ну, клееный это тогда, когда конва, если она есть, что такое конва, это мешковина, прошита конским волосом, для того, чтобы костюм держал форму, чтобы он принимал форму вашего тела. Значит, к подкладке и к ткани самой приклеивается. Вот это вот внешняя ткань, она приклеивается? Да, она приклеивается к конве и потом приклеивается к подкладке. Значит, это категорически недопустимо. Но это гораздо легче сделать, потому что это автоматизированное производство, там, клепаете костюмы сколько угодно. Значит, чем мы отличаемся, чем Айкон отличается от других производителей, на мой субъективный абсолютно взгляд, и объективный тоже, это то, что мы делаем все вручную. Что это значит? Это значит, что швы длиннее 80 сантиметров, они делаются все вручную. И, как говорили древние сапиенти сад, умному достаточно, знающему достаточно, чтобы понять, что петли, которые всегда должны быть рабочие, вот видите, я сейчас расстегнул. Очень много декоративных, согласно, бывает. Значит, они должны быть рабочие, и мало того, они у нас тоже вшиваются вручную, это видно. Это придаёт определённую статусность костюму. Я понял. Ну и, собственно, возвращаясь опять к теме актуальности этой идеи в России, всё-таки не так давно, насколько я понимаю, в России начали об этом задумываться. Да, но как бы до нашего появления, до появления некоторых наших, так сказать, друзей-конкурентов, это была абсолютно эксклюзивная услуга. То есть люди очень высокого ранга сшили себе костюмы, и мы не будем сейчас, так сказать, рекламировать совсем наших конкурентов и называть компанией. Но некоторые, что тоже замечается, некоторые вот к нам приходят, относятся с опаской, потому что был негативный опыт. Был негативный опыт. Ну, ребят, наверное, у всех есть своё право на ошибку, но мы пытаемся вот работать без ошибок. Смотри, ты правильно, я считаю, сказал, что некоторое время назад это индивидуальный пошив, да, могли себе позволить люди высокого ранга. Ну, понятно, что у них доходы приличные, и они могут себе это позволить. Да, и слава Богу. И слава Богу. Сейчас, я так понимаю, это вещь более демократичная, или Айкон предлагает более демократичные вещи, и за счёт чего тогда снижается цена? А я вам мысль, я расскажу, за счёт чего. Значит, это действительно, это не более демократичное, иногда даже это более качественное, чем то, что было раньше. Потому что это действительно всё обшивается вручную и так далее. И действительно, в чём заключается качество? В том, что... Ведь сейчас же новая идёт волна, что вот этот вот лакшери, он уходит чуть-чуть, так сказать, в сторону. Лакшери теперь, это помните, как Экзюпери, по-моему, сказал, что настоящая ценность – это человеческое общение. Так вот, у нас абсолютно эксклюзивный подход к клиенту, абсолютно индивидуальный. Мы знаем день рождения каждого клиента. Значит, да, почему это всё становится более доступным? У нас, вот скажем, сейчас идёт, уже с учётом повышения евро, в этом сезоне цена костюма будет от 39 до максимум 49 тысяч рублей. И вообще там суперпредложение у нас – это там Лора Пьяно, Супер 150, кто понимает, 55 тысяч рублей будет за костюм. Лора Пьяно, Супер 150, шеф, включение нити, Тасменин, Супервул. Я вспомнил анекдот сейчас, да, извини, хотелось переспросить. Да. Дюма, а ты сейчас с кем разговариваешь? Поясни, что такое суперпредложение. Да-да-да, это, ну, я, знаете, вот когда… Я приезжу, ты заговариваешься, конечно. Да, Петька, приборы 15, 115, а что приборы, конечно. Значит, чем выше кручение нити, тем качественнее костюм. Тем… он менее всё-таки носки, потому что качественная вещь не так часто её носишь, да, потому что костюм каждый день нельзя каждый день. Ну, у меня около, там, 50, наверное, 60 костюмов, соответственно. Ну, ты можешь себе позволить их менять каждый день. Да-да-да-да-да, но, скажем, идеальный расклад – это 7-8 костюмов, которые вы… В понедельник, вторник, 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 и может быть, 2-3 пиджака, чтобы с джинсами в casual friday можно прийти в офис и так далее. Значит, чем выше кручение нити, тем качественнее костюм. Если мы говорим про Лора Пьяно, это одна из лучших, на мой взгляд, лучший производитель ткани в мире, костюмной ткани. Это шерсть, шерсть-шёлк, шерсть-тлён, разные всякие комбинации, кашемир и так далее. Так вот, возвращаясь к вопросу о демократизации, мы рассчитываем на всё-таки достаточно большой объём заказов в Москве. И поэтому мы вот поставили такие цены. Да, потому что мы, знаете, вот можно брать как бы наценкой… Штучно, штучно, да, но очень дорого. Да, а можно всё-таки, да, объёмом, ну и, честно говоря, оправдываются наши ожидания. Вот я хотел бы, чтобы ты поподробнее об этом рассказал. С точки бизнеса всё хорошо, Олег, всё хорошо, да. С точки маркетинга, мне, ты говоришь, мы ожидаем, да, что, условно говоря, ну, там, средний класс будет пользоваться вашими услугами. А на чём эти ожидания основаны? Смотри, если говорить о текущей ситуации, вот в России сейчас не очень хорошо, с экономической точки зрения, не очень хорошо. Экономика замедляется, ну, я не знаю, тот же средний класс, да, он может потерять работу, не дай бог, конечно, да, в ближайшее время. Или ему снизят зарплату, не дай бог, да. И тут вдруг выходит Дима и говорит, ребята, надо костюм обязательно у нас в ателье шить. Значит, два вопроса здесь сразу ты поднял. Значит, первый вопрос, это в России всё там плохо и так далее. Вы знаете, я не думаю, что всё плохо. Я думаю, что как раз... Я не сказал, всё плохо. Да, всё нормально. Это нормальная экономическая ситуация, да, где-то идёт подъём, где-то идёт спад. Ну, вот идите, объясните Роснефтью, что всё плохо. Они долго посмеются, понимаете. Это первое. Второе. Как раз, когда идёт экономический спад, такие ребята, как мы, начинают зарабатывать деньги. Потому что люди... Я вам расскажу случай, очень интересный случай. Не буду называть компанию, но мы начинали же с Питера, как и многие в Москве. Вы идёте по проторенной дорожке, скажем. Да, и вот, значит, как стартап, я занимался юриспруденцией в своё время. И так мне это всё как-то надоело всё. И я стал вот как-то костюм... Я всегда интересовался модой, костюмами и так далее. И, вы знаете, вот снимаем мы с товарищем, с моим партнёром голландским, так называемый шоу-рум. Это так называемое транк-шоу. Когда вы привозите костюмы, когда вы привозите ткани, когда вы привозите мастер-модели. Снимаете мерки, там, 2-3 дня, и потом уезжаете. Значит, и вот мы вот так вот первые 3 или 4 раза сделали. И в один из таких вот приездов приходят серьёзные очень ребята. А это было, на секундочку, в июле 2008 года. Да, значит, и они говорят, сколько костюмов? Я говорю, ну вот, там, тогда они были, там, евро уже не помню, там, ну, 1000 евро, 1200 евро. И они так прямо говорят, ну, ты знаешь, говорит, Дим, а это коллеги мои бывшие, то есть я их обслуживал со временем, так сказать. Ну, как юридический вопрос. Значит, они говорят, ну, Дим, ну, ты же, говорит, знаешь, что мы меньше пятишки не платим. Просто не солидно. Ну, как ты вот это самое. Проходит 3-4 месяца. Август 2008. Нормально, нормально. Да, сентябрь, октябрь, ноябрь. Звоночек говорит, слушай, говорит, ты там, вот помнишь, мы разговаривали по костюмам. Говорит, всё, предложение ещё в силе. Я говорю, конечно, в силе, ребята, приезжайте. И представляете, они приезжают и за раз заказывают 5 костюмов. Ну, у нас сейчас нельзя заказать за раз 5 костюмов. Мы первый заказ всегда делаем по одному костюму. Можно сделать 2 рубашки, потому что мы делаем тоже рубашки традиционным и вручную сшитым способом. На мой взгляд, абсолютно гениальные рубашки ручным способом делаются. И пальто. Ну, чтобы человек понял, что он получает. И потом у нас люди иногда и по 15 костюмов заказывают. Говорят, вот это от сих до сих. Мне, пожалуйста, от сих. И вы знаете, да, и теперь одни из лучших наших клиентов. И прямо перекинулись с мировых знаменитых и очень дорогих брендов. Мною, опять же, и нами всеми уважаемые. Почему? Потому что это отцы, основатели индустрии. Мы, скажем, каждые полгода, я вывожу своих архаровцев, значит, на Пити-шоу. Есть такое в Ому Пити-шоу во Флоренции. И мы на поклон ходим ко всем этим старичкам, которые все это начали. И прямо, знаете, очень так... Ну, на поклон с точки зрения покажите, как это делается. Да, да, ну, просто засвидетельствовать почтение. Мы вообще очень уважаем людей, которые работают. Конечно, конечно. Тем более такие авторитетные, да? Да, да, да. Абсолютно. Это глыбы, динозавры в мужском фэшн-бизнесе. А если посмотреть за границу, там индивидуальный пошив, он все-таки пользуется? Он катастрофическими темпами растет. Серьезно? Растет. Ну, конечно. При том, при всем, что там индустрия, это более развито, мне кажется, чем, я имею в виду, готового платья. Я вам скажу про Амстердам. Я вам скажу про Амстердам. Значит, в Амстердаме, я не знаю, сколько там, ну, 500 тысяч жителей, наверное. Ну, образно говоря, ну, миллион, наверное, да, вот именно. Знаете, сколько фирм там, значит, по индивидуальному пошиву? 126. 126. В Москве такого нет, я думаю. В Москве, ну, от силы... Десяток. Десяток, да. А там 126. Так что, товарищи, кто думает, открыть мне, так сказать, МТМ и заниматься костюмами или не заниматься, давайте, занимайтесь. Хоть побольше будет конкуренции. Не, ну, опять-таки, Дима, смотри, давайте занимайтесь, но для этого, для того, чтобы качественные, да, в конечном итоге услугу предложить, нужно же обучиться, надо же научиться. Это много работать надо, да. Если мы говорим о работе, то это очень трудная, это очень такая... Трудоемкая профессия. Трудоемкая профессия, да. То есть, с виду это очень... Да, красиво все. Мне олигархи приезжают, говорят, Димон, как мы тебе завидуем, да, вот, говорит, костюмы, фэшн, питья... Ребята, 24-7, как говорится, 24 часа в сутки. Прямо работаешь, 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 чтобы создать что-то. А создать хочется... Я понял. Значит, смотрите, мы сейчас еще раз прервемся, у нас время новостей на Финам.ФМ, послушаем новость, а потом продолжим наш эфир. Собственно, у меня, как видите, еще достаточно много вопросов. Ну что ж, друзья мои, продолжим эфир. Говорим сегодня об индивидуальном пошиве костюмов. Для кого, за сколько. В гостях у меня Дмитрий Митцаев, российский партнер бренда IconSuit. Вопрос, наверное, тоже уместный, мне показалось. Ну, по крайней мере, мы говорим о бизнесе все же, да. Да. Всегда нюансов очень много. Нюанс следующий. Как бренд продвигаете вы сейчас в России, учитывая то, что мы, собственно, обсуждали не так давно? Ну, прежде всего, хотел бы засвидеть свое почтение Финам.ФМ. Это работает. Ребята, кто думает рекламироваться, нет, работает. Значит, ну, прежде всего, это сарафанное радио, конечно. А почему так, прежде всего сарафанное радио? А потому что... От клиента к клиенту. Да, от клиента к клиенту, когда человек получает, с огромным недоверием относится сначала. Сначала. Потому что приходят и говорят, слушай, ну, как это, 40, там, 4-45 тысяч на среднюю цена за вручную, да, по меркам. А какая ткань? О, там, Морисон, Виталий Барберовский, Нинчел, Лорапьян. Ну, что-то ты как-то загнул. Я говорю, у нас единственный способ проверить. И заказывают. Да, это попробовать. Заказывают, и потом говорят, сейчас, подожди. И сразу на телефон, и прямо... Много в Инстаграме вот молодых ребят особо, вот у нас клиенты из... В клубе ТВ ребята, значит, они сразу, значит, на Инстаграм все постить. Моментально огромное количество лайков получаем. Это радует. И вы знаете, вот с точки зрения продвижения, это уже не то, что дал рекламу и поехал. Это тонкая очень настройка. Тонкая очень настройка, это социальные сети, интернет, радио, билборды мы сейчас прорабатываем. Катастрофически интересно, товарищ. Вот что... и ты смотришь, что выстреливает, что нет. Как-то я все-таки больше верил в печатную индустрию, но сейчас понимаю, что это все, это уходит. Уже время ее... Уже уходит, да. Я думаю, что осталось, ну, может быть, там, 2-3-4-5 лет. И, казалось, еще важно, знаешь, о чем поговорить? Ну, понятно, что сарафанное радио, это уже из уст в уста, что называется, это человек, который понял для себя, попробовал для себя и, естественно, передает эту информацию каким-то своим близким, для которых он является авторитетом. Это что касается непосредственно привлечения клиентов, что называется. А есть еще, наверное, идея, есть еще глобальная такая маркетинговая идея, это продвижение бренда, самого бренда, да, что вот ассоциировалось с чем-то. Айкон. Да, ну, айкон – это такое чуть ироничное, самоироничное название. Ну, потому что икона, да. Да, это икона, и это, всячески, обыгрывалось в предыдущих сезонах с некоторой самой иронией. В основном, так сказать, всю маркетинговую часть берут на себя голландцы, очень качественно делают, мы абсолютно довольны этим. Нам только остается здесь, так сказать, донести до российской публики, так сказать… А идея и название тоже голландская, да? Да, это тоже голландская. Ну, такая вот мне, чем нравятся голландцы, это такая у них присущая самоирония всегда, вот это вот мне очень близко. Вот я думаю, что в России это чуть-чуть несколько не хватает. Не хватает, да. Да, чуть-чуть ко всему относятся. Серьезно, серьезно, да. Ну, ребята, расслабьтесь, улыбнитесь. Да, здорово, здорово. Давай вот о чем поговорим. Давай нарисуем, ну, такой обобщенный портрет твоего клиента. Очень интересный. Кто он? Очень интересный портрет. Прежде всего, приходят люди, и видно, что у них есть огромное желание выглядеть правильно. Вы знаете, вот… От социального статуса, от достатка это зависит как-то? Или не всегда? Ну, не всегда. Вы знаете, даже иногда приходят, там вот, мы, конечно, делаем исключения, приходит там бабушка и говорит, вот я копила сыну или там внучку на костюм. Я вижу, что, ну, действительно копила, действительно пенсия. Ну, слушайте, ну, что у меня там, ну, 20-30 тысяч не будет рублей сделать приятное человеку. Говоришь, бабуля, ну, вот на тебе сертификат, иди там подари. Не говорят, как, а что, бесплатно? Я говорю, ну, бесплатно. Поподробнее, пожалуйста, о сертификатах я заинтересовался сразу. У нас же есть подарочные сертификаты. Ну, приходите, вот сейчас 23-й же у нас на носу. Наш праздник. Наш праздник, да. Девчонки, подарите нам сертификаты подарочные. Ну, это лучше, по крайней мере, чем традиционные, что там, пену для бритья. Да, бритва, лучше, чем бритва. Причем подарочный сертификат у нас там есть за 10, 30, 50 тысяч рублей. Это такие абсолютно доступные для всех. И мне кажется, очень такой, ну, интересный подарок. Так вот, по поводу портрета, да. Но что интересно, мы же, знаете, вот всегда в бизнесе клиент всегда прав. Вот у нас он прав 50 на 50, я вам скажу. То есть ты можешь сказать клиенту, что он неправ? Я говорю... Или мягко как-то ты заваляешься? Не, ну, это я, конечно, не говорю, что ты неправ, я не буду тебе делать костюм. Да. Но прецеденты были отказы, да, потому что мне вот приходили, говорили, вот мне до косточек пальцев мне нужен рукав. Я говорю, ребят, ну, это неправильно. Это, я не знаю, это, говорит, ну, вот мундир, который... Ну, ребят, ну, мы... Я очень, я с огромным уважением отношусь к мундирам, да. Это люди, которые отдают свою жизнь, отдают свою энергию родине. Но мы чуть-чуть другое делаем. Конечно, мы же не будем делать. То есть, да, я не могу сделать некачественно то, что я знаю, как будет качественно. Я говорю, вы знаете, ну, и постепенно, потихонечку, по сантиметру, по миллиметрику даже отвоевываем, вот эти вот рукава, чтобы все-таки рубашка выходила. Сейчас модно носить чуть-чуть укороченные пиджаки. Значит, привет. Ты видишь, что полы, полы, да? Да, 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 полы, полы, привет Ване Урганту. Значит... Но у него совсем они короткие какие-то. У него совсем короткие, да. Но он трендсеттер, что вы хотите. Это что значит? Ну, трендсеттер. Это тот, кто... Транслирует. Нет, это да, тот, кто устанавливает тренды. Да, устанавливает моду. Значит, и вот этот вот социальный такой срез, это от студентов. Сегодня мне буквально, значит, исключительно прекрасный случай. Звонок. Значит, я поднимаю трубку и говорю, здравствуйте. Я говорю, здравствуйте, это генерал-лейтенант в отставке. Такой-то такой-то... Я говорю, очень приятно. Очень приятно, да. Я вас рад. Он говорит, ну, у вас же особое отношение к генерал-лейтенантам. Я говорю, ну, вы знаете, у нас особое отношение к хорошим людям вообще в целом. Забавно. Какое у меня особое отношение должно быть к генерал-лейтенантам? Значит, я говорю, ну, сразу, знаете, все-таки напрягаешься. Россия, думаешь, ну, да, о чем он говорит. Слушайте, говорит, ваши там ребята сказали, что к вам можно обратиться по этому вопросу. Значит, я говорю, ну, давайте, думаю, ну, началось. Говорит, я вот сына привел. Значит, мы заказываем здесь костюм. А мы знаем ваши правила, что, значит, больше одного костюма нельзя. Но, может быть, вы там свяжетесь с начальством там в Голландии и решите этот вопрос. Я говорю, ну, какой вопрос-то? Он говорит, ну, надо бы еще, конечно, пиджачок заказать. Я говорю, так, я говорю, ну, это правило, мы хотим, чтобы вам понравилось. Он говорит, нам уже все понравилось. Давайте заказывать пиджачок. Я говорю, ну, для вас я сделаю исключение. Сейчас, он говорит, ну, вы там позвоните, кому надо. Я говорю, обязательно. Позвоню, все решу. Он говорит, все, все, вопрос решил. Конечно, в итоге заказал костюм и пиджак. Вот. А заказал для сына своего. Я звонил в офис, он говорит, прекрасные люди, прекрасные ребята, ну, и так далее. Соответственно, от генерал-лейтенантов до студентов. Обращайтесь, будем рады. Смотри, все-таки, ну, я думаю, что это логично. И, тем не менее, вы сейчас пока занимаетесь мужской одеждой. Да. Исключительно мужской одеждой. Ну, давай, я не знаю, о перспективах, да, будем на девушек смотреть. Слушай, ну, вопрос такой наиболее часто задаваемый. Ну, извини, конечно. Да. Не-не-не, очень важный вопрос. К сожалению, или, к счастью, не знаю, пока в России такой культ, ну, бизнес делают мужики, да, то есть, ну, так, надо быть откровенным, да, то есть, очень такая равенство полов здесь пока и такое отдаленное. Отдаленное. Особенно в бизнесе, да, но спрос однозначно появляется. Но достаточно трудно работать с девушками. Почему? Потому что в мире это небольшая практика, это надо найти правильных партнеров, чтобы не, так сказать, с самого начала не наделать ошибок, мягко говоря. И, ну, женщины вообще, как бы, мерки, вот я пробовал пару раз снимать женщин мерки, у меня как-то не получается, как-то нет. О чем-то другом думать начинаешь. Начинаешь, да, другать. Смотри, может быть, ответ прост, мужская деловая одежда, она проще, может быть, да, чем деловая одежда, ну, или просто одежда для девушки, нет? Нет, там определенные есть нюансы кроя деловых костюмов женщин и мужчин. Я не буду вдаваться в подробности, но, ну, учитывая особенности фигуры, можно и так понять, что для женщин, ну, достаточно трудно посадить верхнюю часть и, ну, пока... Ну, специфика, в общем, есть. Да, специфика есть, но я не говорю, что мы над этим не работаем. Мы над этим работаем, более того, нашим менеджерам, девчатам, вот в Питере, мы пошили, даже пошили пробные костюмы, но недовольны качеством мы. Недовольны. Мы сами недовольны, да. Вот как делается, да, как сидит, ну, недовольны. Мы не будем запускать, пока не будем на 100% уверены, что это понравится людям. А мужской... Вот ты конкретно посмотрел на девчонок на своих и чем ты недоволен? Может, не в костюме делал, а может, надо девчонок поменять просто. Нет, девчонки прекрасные, девчонки прекрасные. Ну, как сидит, мерки не так сняты. И женщины же, они более капризны, чем мужики. Ну, мужик одел, говорю, ну, тут нормально, давай на следующем. Удобно. Да, удобно, главное, чтобы удобно было. А женщины, они более, так сказать, более... С претензией. С претензией, да. Поэтому, ну, мы чуть-чуть отложили это на следующий год, может быть. И сейчас настолько рынок готов к нам, мужской, настолько он пуст, настолько огромные возможности, что, знаете, ну, нельзя объять необъятное. Ну, согласен, согласен. Поэтому вот работаем... Всему свое время. Да, всему свое время. Я думаю, что мы к этому придем. Тем не менее, по поводу перспектив и возможности необъятные, значит, начинали вы с Питера, сейчас вы в Москве, то есть в двух столичных городах, по сути. Да, да. А Россия-то, она огромная. Огромная Россия. Ты знаешь, Олег, у меня где-то около десяти заявок на франшизу уже, на субфраншизу, соответственно, лежит. Мы их все внимательно рассматриваем, мы знакомимся с людьми. Я даже летал в пару городов, значит, и... А сам ты не хочешь туда, в эти города? Да, да, в регионы. Или все-таки вот ищешь... Да и тут в Москве просто... Работа, непочатый край. Работа, непочатый край работы. Мы где не открываемся, везде очереди стоят, понимаешь? То есть, ну, как-то не хочется распыляться. Соответственно, на регионы мы будем, скорее всего, делать франшизы, да, субфраншизы. И уже очень много у нас желающих. Просто, опять же, важно не начинать деньги там заколачивать или забирать деньги у людей. Важно предоставить качественный продукт. А когда у тебя качественный Олег продукт, то люди сами к тебе приходят и говорят, можно у вас купить. Соответственно, франшиза – это тот же самый продукт. Он должен быть разработан. Он должен быть учтены все нюансы. Согласен. Прервемся сейчас на новости, а потом мы еще раз по этому поводу поговорим. Новости на Финам. Ну что ж, друзья мои, последняя, к сожалению, последняя часть нашего эфира. Осталось у нас немного, всего лишь 12 минуточек. Я напомню, сегодня мы говорим о индивидуальном пашиме костюма, мужского костюма. Для кого он шьется, за сколько он шьется. Об этом уже много мы говорили. У меня в студии Дмитрий Митцаев, российский партнер бренда IconSuit. И вернемся к разговору о возможности экспансии на всей необъятной просторах нашей России. Все-таки ты смотришь на франшизу, да, самому присутствие, действительно, я с тобой согласен, достаточно сложно. Но в чем обычно, ну, обычно или часто складывается проблема, да, между владельцами бренда и, соответственно, франшизерами. То, что они не совсем, как бы, они не всегда понимают идею. Вот ты, по сути, ведь отдаешь, да, свой бренд в руки, ну, незнакомому или малознакомому человеку. Насколько он наполнится этой идеей? Хороший вопрос. Не будет ли он, да, там, косячить в какой-то момент, а ты будешь за него краснеть? Да, идея, в том-то и дело, что любая идея требует подготовки. И мы, естественно, пытаемся все-таки работать с вменяемыми, умными и в меру заинтересованными людьми. Ну, интерес их понятен, да, понятен, хотят заработать денег. Да, соответственно, вы знаете, нет, не согласен. Не всегда. Не согласен. Если бы я хотел заработать денег, я бы, наверное, и продолжал там корпоративным юристам работать со степенью MBA, это было бы гораздо лучше. Вот именно смотришь на то, как человек относится к бизнесу, к своему, если горят глаза. Я вот всегда своим ребятам говорю, человек, хотящий, в 500 раз сильнее человека разумного. Если вы хотите что-то, вы... Хотящий, 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 мне послушать. Нет, хотящий, да. Хотящий. Если у вас есть визия, если у вас есть желание, вы всегда добьетесь. Будь то в России, будь то в Америке или в какой-то другой стране. Вы знаете, буквально еще полтора года назад мы сидели в маленьком шоуруме в Питере и думали идти в Москву, не идти, это так страшно, такие города. Сейчас мы на Тверской в галерее актеров, сейчас мы в Крокус, Ситимоле, одни из лучших площадок, открываемся. Мы через две недели, буквально в течение двух недель открываемся на Малой Дмитров, на Большой Дмитров, извиняюсь, напротив практически Луи Виттон. Потому что мы хотим это, понимаете, потому что мы болеем, мы, вот у меня слоган, наверное, на следующий сезон будет, мы знаем о костюмах все. И мы готовим людей для этого, мы посылаем людей в Голландию, да, тратим деньги, и это не вопрос денег, это вопрос, вопрос, даже не знаю, чего. Престижа, наверное, да, профессионализма. Вопрос достижения жизненной цели. Вот я не видел себя абсолютно как юристом, а сейчас я вижу себя как человек, который должен и может принести вменяемое, очень хорошее качество по вменяемым ценам. Смотри, еще момент, мы уж о географии заговорили, я примерно понял, да, твои планы по поводу России, а за границу нет? Да, есть желание, да, есть желание в Америку, пока я думаю, что все-таки американский рынок один из ведущих, если не самый, так сказать, не самый емкий в мире. И с нашими голландскими коллегами мы, конечно, ведем разговор о том, что, да, надо заходить, и есть несколько удачных примеров, значит, когда заходили... Россияне. Нет, не россияне, а голландцы. Я с голландцами пойду, да, если я пойду. Вот, и все у них получается сейчас. Относительно, так сказать, состояния американской экономики, ну, это второй вопрос. И то, что доллар переоценен, ну, наверное, но... А это, кстати, как аргументы в пользу того, чтобы сейчас не ходить в Америку, да? Да, да, некоторые говорят, ну, куда ты поперся, сейчас там все хлопнется. Я говорю, ребята, надо сейчас потащиться. Нормально. Да, то есть, я говорю, может быть, и хлопнется, но не сейчас, да, то есть как бы. Вот, поэтому международная экспансия тоже готовится, но, опять же, и опять же, да, это должно быть подготовлено. Совершенно верно. Все движения должны быть выверены. Конечно, будут ошибки. Конечно, куда-нибудь нас не туда занесет. Но мы должны к этому быть как минимум подготовлены. А мы к этому готовимся. Я понял. Дим, ну, и очень мне лично, и я уверен, наши слушатели тоже будут интересны, твое мнение по поводу неких тенденций, вот, с точки зрения, да, развития дальнейшего. Как выглядеть будет этот самый костюм в 2014 году, а потом в 2024? Ну, вы знаете, сейчас исключительно становится модным такой насыщенно-синий цвет. Опять я посмотрел на свой пиджак и остался доволен. Значит, насыщенно-синий цвет, это уже не такой вот темно-синий, знаете, какой-то, а, ну, все-таки послабления должны даваться летом. Вот вы выходите летом, и вот такой вот, у нас сейчас ткань пришла, лен, кашемир и шерсть. И оно такое легкое все. И такое воздушное. И цвет прямо такой. Я просто иногда захожу в магазин, смотрю на манекен, думаю, ну, наконец-то жизнь удалась. У манекена пока только еще. Да, да, у нас зима закончилась, товарищи, все. Скорее бы, скорее не говорили. Значит, и я думаю, что будет очень важно иметь вот такой вот костюм. Возвращается белый костюм, когда вы просто в белом костюме выходите. Весь в белом, весь в белом. Ну, кстати, одев широкий бульвар, Онегин едет на бульвар и там гуляет на просторе, пока не дремлющий бригет, не прозвонит ему обед. Хочется быть ярким. Не выделяться-выделяться, знаете, прямо, а вот создавать настроение. Вот посмотрите, все хотят жить в красивых домах, в красивых городах. А ведь мода, это же та же самая архитектура, товарищи. Только та, которая создается людьми, так сказать, в одежде, а не в камне. Это то, что вас окружает. Чем больше вокруг вас красивых людей, красивых женщин, солнца, ярких тканей, ну, тем лучше настроение. Ну, тем лучше настроение. Я подумал сейчас о том, что, конечно, видимо, не занимать нам и красивых людей, и красивых тканей, и красивых женщин, но с солнцем как-то все у нас никак не складывается. Ничего. Ничего, да. Заказывайте. Сейчас вот, сейчас в тенденцию, вот, кстати говоря, в тенденции входят такие не оранжевые, а, знаете, такой коричнево-желтый такой вот ненасыщенный, а такой кантри такой стиль. Это вот буквально, я уверен, через два сезона все это будут носить. Но в этом сезоне ткани пока только у нас, так что заходите, так сказать, мы вам все покажем. Да, белые брюки, вот этот вот такой коричнево-оранжево-желтый пиджак, просто сказка. А лето, кстати, это лен все же, да? Ну, конечно, да. Ну, лен и примеси, потому что, я говорю, когда говорю примеси, это имею в виду только натуральный, естественно, лен шелк там. Ну, лен, он очень мнется всегда. Он мнется, да. Машина из машины вышла. Да, да, ну, в принципе, вы знаете, да, что в Англии, если человек выходит в непомятом костюме, в непомятом костюме из машины, то это считается, что не очень состоятельный человек, потому что все натуральные материалы, они льнутся. Льнутся, да. Значит, что помогает... Подожди, а то есть у него, если он непомятый, у него, значит, ненатуральный материал костюма, и он, значит, дешевый. Либо он не в автомобиле ездит, да, сзади в сиденье, а в метро, где-нибудь пешком идет. Да, 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 да. Логика. Так что есть такая... Но, опять же, есть материалы, которые быстро распрямляются, и поэтому я говорю, что лен можно заказывать шелком или с шерстью, или с шелком шерстью. У нас сейчас пришли прекрасные ткани на лето. Пожалуйста, будем рады видеть. Я здорово. А, ну, поскольку еще зима, к сожалению, да, уже скоро весна, а потом и лето, по поводу пальто, что ты можешь сказать? У нас пальто прекрасное, по меркам пальто, типа, мол, я сейчас, когда у нас и плащи, вот сейчас же плащи снова эти, макинтоши, и тоже это все по меркам. То же трудно подобрать, то рукава длинная, то в талии, а его ты не ушьешь уже, уже все, то в талии там широко узкая. Поэтому и пальто, и плащи у нас все это есть, рубашки есть, все, что необходимо джентльмену, для того, чтобы выглядеть как джентльмен, у нас есть. Дима, ну, хорошо, я понимаю, ты сворачиваешь все время в свою сторону, я все-таки тебя пытаю-то о тенденциях. Ну, давай так, давай, у нас три минутки осталось. Хорошо, тенденции, значит, тенденции, костюм тройка, костюм тройка, абсолютно, костюм тройка возвращается. Ребята, готовьтесь, не покупайте больше костюмы двойки, покупайте тройки, товарищи, а лучше шейте. Двубортный костюм. Опять возвращается. Опять возвращается. Значит, что важное в двубортном костюме, это заостренные лацканы, значит, и что возвращается, это, знаете, подгиб такой на брюках. Да, 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 манжет, манжет. Возвращается. Так что будет очень интересный сезон, будет очень интересное лето, а когда вы комбинируете это все с правильным цветом пуговиц, с правильным цветом ткани, это просто сказка. А металлические пуговицы, вот я сейчас... Это блейзер. Сейчас ты вижу, это все еще актуально. Да, это классика абсолютно, это серые брюки, темно-синий блейзер, металлические пуговицы. А пиджак с джинсами, это нормально? Это нормально, да. Нет, это отличная идея, она тоже, так сказать, сейчас имеет право быть. Более того, пиджак с джинсами и, скажем, без подкладочки, это просто сказка. Без подкладочки что? Без подкладки? Да, без подкладки пиджак. Одеваете как рубашку. Вот летом, когда у вас плюс 27, а вам надо выглядеть достойно, одеваете пиджак без подкладки и прекрасно себя чувствуете. Нет, опять это лето, когда у вас плюс 27, ты меня прям заставил на столе. Да, так все, а мы уже там живем, понимаешь, мы уже ткани получили. У нас все, зима закончилась, товарищи. Нам легче гораздо, конечно. Так, Дим, смотри, минутка полторы осталось, давай что-то адресу я непосредственно слушателям под занавес. Значит, товарищи, господа, дамы, будем очень рады вас видеть у себя. Мы находимся на Тверской в галерее актеров, в Крокусите море, прекрасное место для шопинга. На Большой Дмитровке будем открываться. Я боюсь дорогое все-таки. Прекрасное, но дорогое. Вот нет, мы цены держим там, да, ругаются конкуренты наши, пригодят, да, говорят, что ты подлец делаешь. Демпингуете, демпингуете. Вот, поэтому заходите, будем очень рады, просто на кофе заходите, не надо ничего заказывать. Да ладно. Просто зашли, попили кофе, ушли, да. Что, у вас какой-то и кофе особенный? А, кофе прекрасный, бесплатный у нас кофе, вот. Поэтому он особенный. Так, Дим, еще минутка, еще минутка. Ну, мы за эту минутку можем сказать, что сайт же у нас есть. Можно про сайт сказать? Можно, конечно. И адрес можно даже продиктовать. Да, www.iconsuite.com. Точка ком. Да, там практически вся информация про нас будет. Более того, даже там можно посмотреть видео про нас, как снимаются мерки. Как снимаются мерки. А давно сайт, кстати, работает? Да уже года три, наверное. Года три. Да. И сейчас он как раз обновляется под лето, как раз. И я думаю, что вот сегодня, завтра он уже будет в летнем таком режиме, более солнечном, более насыщенном. Чего, опять-таки, нам так не хватает. Так не хватает, да. Я понял. Спасибо, Дим, огромное. Спасибо за интересный рассказ. Уважаемые слушатели, я напомню, сегодня мы в студии бизнес-класса беседовали с Дмитрием Мецаевым, российским партнером бренда Iconsuite. В общем, индивидуальный пошив. Это то, что, по мнению Дмитрия, и по-моему, теперь тоже, да, то, что обязательно должно сейчас быть у вас в тренде. Должны быть в тренде. Спасибо, Дмитрий. Спасибо, дорогие радиослушатели. Всего хорошего. Успехов в бизнесе. До свидания. До свидания.